Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы предлагаем вам отправиться в путешествие в мир цирка. 20 апреля отмечается Международный день цирка. Российский цирк зародился в XI веке, когда артисты скоморохи выступали на площадях и театрализованных спортивных соревнованиях. На таких народных гуляниях всегда было много фокусников, агробатов, эквилибристов, жонглеров, дрессировщиков и музыкантов. С этого начинали многие знаменитые деятели циркового искусства Анатолий и Владимир Дуровы, братья Никитины, Виталий Лазаренко. Первые же стационарные цирки появились лишь в XVIII веке. В Санкт-Петербурге в 1849 году начал свою работу императорский цирк, а в Москве в 1880 был построен цирк Альберта Соломоновского на Цветном бульваре. В 1873 году братья Никитины построили Пензенский цирк, а чуть позже Саратовский, где формировались основы циркового искусства России. 26 августа 1919 года Лениным был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров об объединении театрального дела, согласно которому цирки России стали государственными. 26 августа 1919 года Лениным был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров об объединении театрального дела, согласно которому цирки России стали государственными. В СССР все цирки страны входили во всесоюзное объединение «Союз Госцирк», созданное в 1957 году на базе главного управления цирками. После распада СССР «Союз Гонцирк» был преобразован в государственную компанию «Российский цирк» или «Росгосцирк», которая стала его правоприемником. Мы предлагаем вам познакомиться с главными цирками России. Итак, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Цирк был основан в 1880 году. До 1913 года цирк носил имя основателя Альберта Соломонского. Здание проектировал известный советский архитектор Август Вебер. Несмотря на то, что основными посетителями являлись состоятельные купцы, его основатель старался привлекать на представлении простых людей, устанавливая невысокую цену на некоторые места. Именно Соломонский первым придумал давать в циркви детские представления и новогодние елки. До этого никто не воспринимал шоу под куполом как развлечение для детей. В 1919 году заведение перешло в собственное государство, став первым советским цирком. В 1983 его возглавил известный клоун и киноактер Юрий Никулин, который к тому времени проработал здесь целых 36 лет. Благодаря усилиям нового директора здание было перестроено, чтобы соответствовать современным требованиям для проведения представлений. В 1996 году цирк назвали именем Никулина. Следующий цирк – это Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Это один из самых крупных цирков в Европе. Его вместимость до 3,5 тысяч зрителей. Он был основан в 1971 году и отличается своей необычной архитектурой, созданной под руководством Якова Белопольского. В одном здании располагается пять сменных манежей – световой, ледовый, иллюзионный, водный, иконный. Они используются для разных видов представлений. С 1984 года по 2011 год должность руководителя цирка занимал Леонид Костюк, который поставил за время своей работы более 70 спектаклей. В 2011 году его пост занял народный артист России Эдгар Запашный, а его брат Аскольд был назначен художественным руководителем. Следующий цирк – это Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. Одна из старейших цирковых арен в России впервые открыла свои двери в декабре 1877 года. Проект архитектора Владимира Каннеля выполнен по последним достижениям инженерной мысли. Внутри нет поддерживающих колонн, а купол изготовлен по сетчатой ребристой конструкции. Цирк основал известный итальянский дрессировщик лошадей – Гастанна Ченезели, а обязанности руководителя переходили по наследству – сначала его жене, а затем и сыну. В 1919 году заведение стало государственным, а в 2015 здание подверглось масштабной реконструкции. Здесь не только чтят традиции, но и постоянно привносят в номера что-то новое. В выступлениях участвуют выдающиеся артисты России Карина и Артур Бактасаровой с аттракционом «Бенгальские тигры», воздушные гимнасты и акробаты на встречных качелях под руководством народного артиста Российской Федерации Велена Головко. Также здесь работает музей циркового искусства. Его экспозиции можно увидеть в интерьерах второго и третьего этажей. Еще один большой цирк России – это Воронежский государственный цирк, известен не только в России, но и во всем мире. Здесь много лет работал и выступал знаменитый русский клоун и дрессировщик Анатолий Дуров, младший брат другого известного дрессировщика Владимира Дурова, который удостоился собственного памятника на втором этаже здания. Воронежский государственный цирк в современном виде основан в 1972 году. До этого на территории было только деревянные здания, которые сдавали в аренду известным коллективам династий Ченезелли, Труци, Лапиада и Фанчиолли. Сейчас на арене выступают гастрольные труппы со всей России и стран мира. На манеже проходят представления программы «Девочка и слон». Это сказочный театрализованный спектакль с участием в гигантам суши для детей и взрослых по мотивам рассказа Александра Куплина «Слон». Следующий цирк, о котором мы хотим вам рассказать, это Волгоградский государственный цирк. Он был открыт в 1967 году. Главным архитектором проекта выступил Константин Дынкин. Здание цирка отличается просторными вестибюлями и фойе, удобными обзорными галереями, которые позволяют зрителям во время антракта подышать свежим воздухом, а сам зрительный зал рассчитан на 1840 мест. За более чем 50-летнюю историю в разные годы здесь выступали звезды советского и российского цирка Ирина Бугримова, Михаил Румянцев, Юрий Дуров, Олег Попов, Взратия Запашный и многие другие артисты. Принимал Волгоградский цирк и зарубежных артистов Румынии, Китая, Венгрии, Польши, Германии и Кубы. Сейчас в репертуаре постоянной труппы программа «Звезды Манежа», в которой принимают участие акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, филибристы, веселые клоуны, а также кошки, лошади, тигры и львы. Еще один главный цирк России – это Екатеринбургский цирк. Благодаря уникальной работе архитекторов и инженеров это здание считается одним из лучших в Европе для сложных цирковых постановок. Но главной его особенностью является невероятной красоты купол – решетчо-тажурное сооружение, состоящее из полуарок. Сюда регулярно приезжают на гастроли лучшие труппы российского цирка со своими главными номерами-аттракционами. На этом манеже выступали мастера международного класса, такие как Мстислав Запашный, Николай Павленко, Тамерлан Нукзаров, Тереза Дурова и многие другие. Также здесь появлялись и звезды мирового цирка – известные клоуны Дэвид Лабель, Дэвид Шайнер, дуэт «Братья Таквин» из Бельгии и трио «Монти» из Франции. Важным культурным событием в Екатеринбургском цирке стал спектакль «Берегите клоунов», посвященный памяти Юрия Никулина в 2006 году. Постановка получила общественное признание и приглашение для показа в Москве. А в 2008-м цирк стал организатором первого всемирного фестиваля клоунов. Субтитры создавал DimaTorzok